Не постирать, ни рассаду полить. И так уже больше двух недель. Февральские морозы сделали свое дело. Вместо воды из кранов с шумом выходит только воздух. Водоразборные колонки, когда-то размещенные на расстоянии 60 метров, заботливо прорежены водоканалом, то есть законсервированы. И теперь расстояние между ними в этой части улицы, по словам жителей Малогриневской, около 500 метров. Таскаем на себе. Вот у соседа тоже перехватило. И сунуться негде. Вообще колонки не работают. Бегаем, как собаки по этой деревне. Накануне руководитель водоканала нас заверил, что бригады предприятия выехали на Малогриневскую отогревать водопроводы. Но ни наша съемочная группа, ни сами жители долгожданных бригад в этот день так и не увидели. Прошел здесь все, чуть не опоздал. Хорошо мне уже подсказал время. Нигде я и машины, и этих работяг водоканальских не видел. Жители домов, в которых сегодня нет воды, уверяют, неоднократно звонили в абонентский отдел. Оставлял заявку Юрий Сафронов, проживающий в доме 1-32. А водоканали уверены, все принятые заявки отработаны. Значит, заявки от этих жителей не было. И сегодня они работали. Третья Малогриневская, 32, ой, 34 была заявка. Мы ездим, отогреваем. Все заявки отработали, какие были. Похоже, что элементы мистики на улице Малогриневской все же присутствуют. Значит, как объяснить создавшуюся ситуацию? В то время, когда город Биск, Наукоград называется, недавно мэр выступал по ОТР и говорил и о том, что здесь достигнуто и что еще нужно делать. Не станем гадать, из каких пунктов состоит список первоочередных дел городского масштаба. Но хотелось бы верить, что в нем появится еще одна строка – наведение порядка в системе водоснабжения. Марина Волкова, Андрей Сегаев, Будни.